Сыворотка правды Автор Тантон читает Кэтвилд Намджунова любовь спокойная, ровная. Она не плачет ночами в подушку, не смотрит с тоской на фотографию, не курит молча о несбыточном, распахнув форточку на всю ширь. Пытался пару раз, не получилось. Так что он просто любит. Ведь по Чимину сложно страдать. Он мягкий и плюшевый, уютный, улыбчивый. От него тепло. Любить его, как любит солнце или полупрозрачный весенний дождь. И даже мечтать о чем-то большем сложно, потому что солнце не может светить кому-то одному. И дождь тоже идет для всех. Остается только радоваться, наслаждаться, переживать каждую совместную секунду, как что-то прекрасное и удивительное. Чимин прекрасный и удивительный. Он жмется ближе, гладит, трется щекой, хватается за руки, мажет ладонями по коленям. Чимин любит трогать. Чимин трогательный. Намджун обберегает его всеми силами, словно редкий цветок, хрупкий, неповторимый. Намджун ухаживает за ним, за этим цветком, как за единственной драгоценностью в своей жизни. Побольше тепла, поменьше стресса. Лучшее место на подоконнике намджуновой сердца отведено Чимину. И ни о какой взаимности и речи быть не может. Потому что Чимин не только драгоценность, он еще и друг. Надежный, верный, готовый на все ради близких людей. Чимин выйдет погулять, ответит на звонок, соберет компанию, рассмешит, посидит рядом, если плохо. Чимин будет сидеть рядом, пока не станет хорошо. За это его тоже стоит любить. Намджун. Намджун просто не мог не влюбиться. Как человек, который рационально подходит ко всему и с раннего детства привык обдумывать и анализировать, он расставляет свои чувства по полкам, подписывает каждое и смиряется с ними. Рядом с прекрасным цветком Чимином все эти чувства выглядят незрелыми и простыми, как сорняки в одном ряду с хрупкой, пушистой маргариткой. Но намджун старается. Честно, он очень старается. Каждый день, каждую встречу давится этими чувствами, сглотывает их поглубже, запихивает обратно ломкие тугие стебли, толкает, заворачивая острыми ветками в самое сердце. Чимин смеется, терпит, отдышавшись, толкает сильнее. Стремится вперед к его свету, ломая намджуна, выворачивая под неестественным углом. Сорняки чувства сгибают намджуна, ставят на колени. Намджун преклоняется, опускает голову, потому что слепнет от этого света, слепнет от любви, но молчит. Ведь каждое слово может стать тем облаком, грозовой тучей, что заслонит солнце навсегда, потушит, убьет цветок. Не это то, что обычно называют самое страшное. У каждого человека есть самое страшное. У намджуна оно такое. Иногда самое страшное снится ему по ночам. Он говорит, я так люблю тебя, ты не представляешь. Ты просто представить не можешь, как сильно я тебя люблю. А Чимин мрачнеет, улыбается криво и фальшиво. Отходит на шаг, на шажочек, еще на один. С каждым миллиметром увеличивающегося расстояние намджуну становится страшнее и холоднее. Он просыпается, испугавшись окончательно, увидев Чиминову спину. Кто бы мог подумать, что эта спина может так пугать. Едва проступающие лопатки, маникшие плечи, короткие волоски на шее, встрепанный затылок. Самая пугающая картина во Вселенной. Если бы намджун нарисовал такую картину, он назвал бы ее отчаяние. И был бы прав. Не то, чтобы он не видел Чиминову спину, но все это не так, по-другому. Чиминова спина перед ним, когда они идут куда-то, и Чимину не терпится быстрее дойти. Спина перед ним в автобусе, в очереди на сеанс в кинотеатре, в озере перед тем, как Чимин с визгом ныряет. Время от времени она мелькает у намджуна перед глазами. Да, но не несет в себе опасности. Спина как спина, она красивая. Намджун любит ее. Так же, как любит локти, предплечья, шею, поясницу. Да всего Чимина целиком и по отдельности. В нем нет ни одной части, которую намджун любил бы меньше остальных. Если бы он однажды поехал крышей на почве этой любви, он увешивал бы всю свою комнату фотографиями Чимина и залипал бы на каждую часами. Молился бы на них. Но намджун не едет. В комнате у него порядок в голове тоже. Почти. Сложно иметь полный порядок в голове, когда ты безоговорочно влюблен в каждое слово и движение. Особенно слово. Чиминов голос мягкий, извинящий. Иногда излишне низкий, иногда чересчур высокий. Ну, разве это повод любить его меньше? Чимин говорит, «Я схожу с тобой». И намджун влюбляется чуть сильнее. Каждую секундочку влюбляется чуть сильнее, прежде чем осознать сказанное. «В смысле?» Выдыхает он, стряхивает от оцепенения, мотает головой. «Нет, не надо. Это простая процедура, плановая небольшая операция, ничего страшного». «Я схожу с тобой», настаивает Чимин. «Если бы намджун был влюблен чуть меньше, он просчитал бы все шансы, просмотрел бы все вероятности событий и нашел несколько способов, несколько особо опасных. Но он нет. Он влюблен по самой «не хочу». И еще ему немного страшно. Операция, конечно, плановая, но и, как любой нормальный человек, намджун ее боится. Само слово, операция довольно пугающая. Поэтому, обдумав, все как можно тщательнее, он сдается. Хорошо. Намджун улыбается. С Чимином, правда, спокойнее. Не то, чтобы были сомнения, но все же. Чимин рядом, когда врач вводит Намджуна в курс дела. Рядом, когда Намджуну выдают пижаму. И даже, когда он переодевается. Чимин все равно рядом. Сапит тревожно за ширмой, пока Намджун путается в рукавах и стыдливо разглядывает свой голый зад в прорези пижамы. «Все будет хорошо», уверяет Чимин, когда Намджуна везут на каталке в операционную. Держит его за руку сразу двумя своими. Гладит маленькими милыми пальцами. Успокаивает одним своим присутствием. «Не переживай», просит. А сам явно переживает гораздо сильнее. Очередная неконтролируемая волна захлестывает Намджуна с головой. Оглушает, топит. И все, на что он способен, это пообещать. «Я скоро вернусь». А потом двери закрываются. Чиминово испуганное лицо пару секунд виднеется в небольшом окошке на двери, пока его не заслоняют врачи. Игла осторожно, без лишней боли, входит под кожу. Прежде чем вырубится, Намджун привычно обещает себе признаться, как только все это закончится. Он обещает каждый раз. Это ритуал, но давно уже неправда. Ни разу так и не признался. Но в этот раз, в этот раз обязательно. «Отдыхайте», ласково предлагает медсестра. Намджун отдыхает. Он парит в невесомости, тяжелеет и рушится на землю, взмывает снова. Бежит от кого-то, бежит к кому-то. Он скрывает все свои мысли, выдает одну тайну за другой. Просит, обещает, угрожает. Чинит что-то, ломает, пытается собрать. Видения нестроенные, кривые и угловатые. Похожие на все в мире картины сразу. Но он понимает, что это просто видение. И не перестает понимать, когда появляется Чимин. Не удивляется. Потому что Чимин всегда и везде, вне времени и пространства. Чимин сердцевина, суть, желтое солнце над серой пустыней намджуновой жизни. Слепящая белая маргаритка. Смысл. И Чимин, несомненно, должен быть в курсе. Намджун смотрит на него. Чимин улыбается. Намджун открывает рот и говорит, бесконечно долго. Слова вырываются из него со скоростью света. Они заполняют все вокруг, скапливаются грудами у них под ногами. Их становится больше, больше, больше. А намджун тем временем пустеет, как речное божество из унесенных призраками. Когда Тихира дернула за ручку. В голове бьет на батом нервное. Чимин должен знать. Пульсирует. Мечется из стороны в сторону. Чимин должен знать. Чимин смотрит спокойно и тепло. Молчит. Слушает. Знает. Намджун приходит в себя миллион слов спустя. Опустошенный, разбитый, будто вся эта куча правды была не мусором внутри, не безыменными сорняками, а костяком, державшим его тело на ходу. Приходит в себя и стонет тихо, сдавленно, открывая слипшиеся намертво глаза. Бледно-серый мир стремительно наливается цветом. Стены голубые, цветок в катке сочно-зеленый. Чиминовые щеки красные, будто у него жар. Намджун с тревогой тянется вперед, привычно переживая, но находит в себе силы только снова застонать. В горле сухо. А я вернулся, хрипит он, превозмогая. Все хорошо. Хорошо? Яхом отзывается Чимин. Как чувствуешь себя? Чувствую себя, соглашается нам Джон, краем своего излишне эмпатичного сознания, улавливая подвох. Я тогда пойду. Чимин поднимается, отпуская его руку. Он держал его руку, а теперь нет. Становится холодно и грустно. Позвонили, оправдывается Чимин. Явно ведь оправдывается. И я пойду, говорит еще раз. Шаг, шажочек, еще один. Он натыкается на стену и поворачивается к ней лицом. К нам Джуну спиной. Полосатый свитер обтягивает эту спину, делает обманчиво безопасной. Но нам Джун уже чувствует подставу. Что-то не так. Спросить, что именно, он не успевает. Дверь хлопает. В палате остается только отчетливое ощущение отсутствия. Нам Джун растерянно смотрит на дверь, выдыхает, вдыхает и ничего не понимает. Но чувствует свою вину. Когда дверь открывается снова, он готов торопливо просить прощения. Не важно, за что, лишь бы простили. Но медбрату его просьбы не нужны. Он проверяет нам Джунову руку с липучкой пластыря, трогает его лоб, ухмыляется хитро, но безлобно. Задал ты жару, говорит. Вся больница теперь судачит. А на немой вопрос нам Джуновых глазах протягивает телефон экраном вперед. Нам Джун дрожащей рукой жмет на плей. Видео оживает. Нам Джун умирает. Он говорит. Я люблю тебя. Сходу без предупреждения и подготовки. Бормочет точно в бреду, стискивая Чуминову маленькую ладонь. Это похоже на сцену из фильма. Все красиво. Палата, тело на кровати. Бледные слушатели, терпеливо внимающие. Только тело не умирает, а отходит от наркоза. Шепот лихорадочный, избивчивый, а слушатель замирает неловким столбиком, шокировано хлопает ресницами. Ты не представляешь, бормочет тело. Как сильно я тебя люблю. Как я хочу тебя больше. Больше времени рядом, ближе, каждое слово ловить. Господи, ты очаровательный, самый красивый, самый дорогой. Ты идеален своей неидеальности. Я хочу взять тебя на руки, засунуть за пазуху и никому никогда не показывать. Я устал молчать. Тело замолкает. Набирается сил. Это похоже на приступы судороги, когда между конволюсиями небольшой промежуток на вдох. Ты говоришь, ты неловкий, что неуклюжий, что некрасивый. Но ты самый красивый из всех, самый ловкий и уклюжий. Нет никого лучше и совершеннее. Ты как солнышко, как небо, дождь, облачко, мягкая клубничная зефирка, как пушистый щеночек, как котенька. Еще один перерыв на вдох. Картинка дрожит, за кадром жестоко давит смех. Иногда мне кажется, говорит тело, что еще немного и я взорвусь. Меня разорвет от всех этих чувств, потому что ни один человек не может выдержать такое количество любви, так никому ее не отдав. Но я буду молчать, потому что ты, потому что я. Вдох. И ты молчи. Тело смотрит в потолок, трется щекой о подушку, стирая слезы. Нелепое в этой своей пижаме. Наверняка смешно и до ужаса. Тело, очевидно, растерянное и страдает. Не принадлежит себе. Не принадлежит нам, Джону. «Котенька», — хмыкает медбрат. «Ну ты даешь!» «Ну ты даешь!» Пробрало даже нашего ледяного главврача. Нам Джон толкает его в грудь. Не со злости ему просто нужно пройти. Несется, скользя босыми ногами по кафельному полу. Врезается в дверь, тормозит, испугавшись. Стартует снова. Он не виноват. Это все ошибка. Ее срочно нужно исправить. Нам Джон влетает в лифт, сшибая тележку с инструментами. Бьет по кнопке первого этажа. Бьет еще раз, взрывается пальцами волосы, стонет глухо и хрипло, почти рычит. Бессилие чередуется с паникой. И он чувствует себя ослепшим, оглохшим, безумным. Ребенком, у которого отобрали любимую игрушку и увозят. Вместе с родителями, домой и собакой. А он стоит на крыльце детдома. И детдом горит. И он горит. А лифт едет чудовищно медленно. Чудовищно медленно открываются двери. Люди в холле двигаются, как черепахи. Неторопливо поднимают ноги, лениво поворачивают головы, ползут вверх руки, а падают вниз. Сам Нам Джон кажется себе застывшим в желе. Вместе с этим желе передвигается к выходу, с трудом толкая вперед неподъемную массу. Перед входом больницу разгружают скорую. Скрипит каталка, суетятся медсестры. Тревожно мерцает мигалка, кто-то плачет. В ухо замершему Нам Джону на полной скорости врезается шмель. Жужжит, сердит и огибает по широкой дуге. Чимина нет. Нам Джон плетется к скамейке, разум утратив силы, валится на нее, не чувствуя ног. Полый пижамы треплет игривый ветер, проходится холодной ладонью по спине. Нам Джон понимает, что выглядит как дурак, но встать уже не может. Выглядит как дурак, повел себя как дурак, как дурак продолбал все на свете. Весь свет продолбал и не может встать. Господи! Стонет он в прижатой к лицу ладони. Стонет и хочет провалиться, разорваться, разлететься на части. Плановая операция превратилась в самый страшный и самый беспросветный ночной кошмар. А кошмар стал явью. Господи! Шепчет он. Шепчет. Я идиот! А сверху, будто прямиком с небес, доносится жалобное. Ты не идиот! Ты простудишься! Чимин стоит перед ним, заслоняя солнце. Солнце висит за ним, подсвечивая волосы. Получается нимб. Чимин прячет свои маленькие симпатичные ладони в карманах, взгляд прячет под светлой челкой. Смущение за возмущением. Вставай! Ты простудишься! Вставай! Ну правда! Он заставляет нам Джону подняться. Ведет его обратно, придерживая за руку. Сжимает крепко его пальцы. Своими маленькими симпатичными. Заталкивает в лифт. Кусает губы, скользнув взглядом по босым ногам. Качает головой. Признается шепотом. Я растерялся. Оправдывается. Это было неожиданно. Еще и этот на видео снимал. Медсестры стояли. Щеки его горят алым, и улыбка прячется в уголках глаз. Котенька, фыркает Хасок. Блин, Намджун, серьезно? Облачко? Намджуну нужно найти того медбрата и как следует с ним поговорить. Хотя бы о том, как нехорошо выставлять такие видео на YouTube без разрешения. Это нарушение всех прав. нарушение всего. Это возмутительно. Там, конечно, не видно лица. Они скрыты за нелепыми смайликами. И все же нам Джон поговорит обязательно. Но потом, когда Чимин перестанет обнимать его, когда уйдет и станет холодно и грустно. Пока Чимин не уходит, виснет на его плече, касается губами виска и сияет, сияет, как целая яркая красочная вселенная. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.